Да нет, конечно нормально. Давай, давай. Покажи, Антон, вот это вот. Покажи вот эту картинку, картинку покажи. Это у меня друзья Антон с Марииной. Ну, Антон знал, на ком жениться, потому что она ему раскрасит всю жизнь, конечно. Смотри, это вот. Да, а теперь смотрите. Видите? А это Марина сделала. О, класс, да? Класс. Марина, скажи, где вот друзья наши могут посмотреть твои произведения? Можно посмотреть в Инстаграме Марина Казанова и в моей группе ВКонтакте Мастерская Марина Казановой. Да, да, да. Слушай, а мы еще здесь дадим ссылочки, да? Вот под видео мы Наташу попросим, она в Белоруссии сейчас. Мы попросим, чтобы она ссылочки дала. Это просто удивительно. Я когда посмотрел, я же Марину вижу первый раз. И когда вдруг она мне показала, во-первых, она мне эту кружку подарила, теперь у меня есть кружка. Ну, теперь у меня есть вот этот проспект Ван Гога, который Антон показывает, и сама кружка вот. Ну, полный комплект, короче, я обвангогился, да? Обвангогился. А когда она мне показала, Мариночка, я посмотрел, обалдел, ты же там на этих выставках каких-то, и потом ты делала там мэру Троицкого, матрешку, да? Слушай, ты бы показала сейчас еще раз мне? Ну, мне покажи. Вот так прям покажем на телефоне. Ну, возьми. Это потрясающе. Это же ребята такие, это чудеса просто. Мне Антон тогда помог как раз таки. Так мне собрал компьютер, что я на нем просто, я в Антоне души не чаю, это настоящий друг мой. Он так мне тогда помог компьютер собрать, вот я на нем все время работал, да. Давай мы про тебя тоже скажем, где ты сейчас работаешь, Антон. Сейчас я работаю системным администратором, ну, скорее, это так, не совсем системный администратор, девопс-инженер, если кому-то это что-то говорит. В общем, работаю с компьютерами на глубоком уровне. А что такое глубокий уровень? Глубокий уровень? Ну, это не просто компьютер собрать, это еще установить дополнительное программное обеспечение. И вообще, скорее даже, это уже не с компьютерами, это больше с дата-центрами взаимодействия. То есть это когда большое количество серверов, мощное такое железо. Вот ты такой профессионал. Самое интересное, я Антону говорю, слушай, Антон, а почему у меня диск сгорел на компьютере? И Влад его возил именно в сервисный центр, они говорят, у нас нет такого оборудования, чтобы восстановить сейчас этот диск. Только через полгода, говорят, может, оборудование такое. Антон мне говорит, слушай, а ты что, не знал, что ли, почему? Я говорю, нет. У тебя, наверное, скачок напряжения был. Да, у меня постоянно скачки напряжения. Пришли, потому что, не только у меня, я имею в виду электричество, в электричестве. Он говорит, тебе так надо поставить вот этот, как это называется? Источник бесперебойного питания, или упс, по-английски. Соответственно, еще мощности будет хорошо. А я и не знал, я работаю, работаю. Так, покажи, пожалуйста. Так, близко, близко, подожди. Вот камера, 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 камера. А мы можем этот свет немножко вот так сделать как-то. Ну, короче говоря, вы в контакт заходите, и все там, там же можно все это увидеть. Да, в моей группе, в фотоальбомах есть мои работы. И ученики у Марины есть, у Марины есть ученики, они тоже это делают. Мы сейчас не рекламой занимаемся, просто в нашей школе человек будущего вообще. Сейчас, если посмотреть, каким человек будет в будущем. Естественно, креативный, естественно, творческий. Как он может использовать энергию напряжения, всякие трагедии, переводить свои достижения. А это как раз вот мне повезло, что Антон привел свою жену уважаемую. Оказалось, что она вот такая умница, и такая красавица, и такая творческая. Вот же люди будущего на самом деле. Ну, а что тут еще скажешь? Ну, так что вот, давайте, прикипайте, друзья, смотрите. Давай еще одну вещь покажи, какую-нибудь интересную. Ну, если там будет видно. Ты покажи вот тут про Антона, я сразу увидел про Антона. А ты даже не собиралась ее Антоном называть. А я говорю, ну, похож на Антона. А это случайно получилось. Марина уже мне объяснила. Она и не собиралась там Антону. Так я знаю, почему она за него замуж вышла. Потому что у нее инстинктивно этот образ, видимо, был. Вот. Да. Скажи, покажи. Интересно, если будет видно. Да. Будет хорошо. Так. Под свечами. Да. И глазки там голубики, и носик такой. Да. Вот он там. Вот он там. Вот как сейчас. Оказывается, она не знаю, его сделала это, слепила это в керамике. Вот вы представляете, как интересно, да? Да. Знаешь, звезды сошлись. Спасибо вам, друзья. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.